Значит, всем добрый день! После длинного перерыва вас обновляем. Заметьте, мы тут начали собираться, было холодно, будем заканчивать, солнце не восходит над этим участком суши. Все равно все будут в жилетах, в этих свитерах. Никакой жары здесь не будет. Значит, у нас, если строго идти по плаву, у нас религия Африки. Хотите? Про Африку? Вот из Африки звонит. Как раз. Вы, как правило, про религии Африки имеете смутное представление? Да, но есть и люди. Есть, ну конечно. Такой религий не смутный, что даже сложно прийти, а хотим мы и нет. Потому что вообще. Такое вы еще представление о сексе хотите? Да я так смутно представляю. Хочу ли я, собственно... Значит, гигантский континент Африки. Вы представляете себе масштабы, да? Совершенно громадная территория. Несопоставимо больше Европы. Насколько не сопоставимо, просто чтобы вы все понимали. Страна, которая называется Демократическая Республика Конго, находящаяся в центре Африки, да, там, где вот река Конго, дважды пересекает экватор. Единственная река, которая течет на север, потом на юг, и дважды экватор пересекает. Потому что Конго считается божеством. Сама река и слово Конго это божество. Так вот, на территории этой страны уместилось бы две западных Европы. И народу живет 70 лимонов. Кто их там считал? Вот это Африка. Это совершенно чудовищное пространство. Громадные. До начала 20 века были территории, где нога белого человека не ступала. Как показалось, и нога черного не ступала. И какие там вообще ноги могли быть. До сих пор есть пространство в глубине лесов, непроходимых абсолютно, где непонятно вообще, что там есть. Отсюда слухи про гигантских обезьян, про чудовищ, про всякие такие штуки. Ну, это в основном миф, конечно. Но настолько природа отличается от того, что мы привыкли видеть в Европе, и даже в Азии. Африка это действительно совершенно не особый край. Множество народов и рас. Для нас все черные одинаковые, так же, как я так поздравляю, мы для них. А мы-то знаем, что тут есть гордость и славян, и финн, и ныне дикий тунгус. Корей, еврей. Да, а для нас вот все черные выглядят обидно, для них одинаково. Там четыре расы. Вот с точки зрения демографии, как науки, или этнографии, если хотите. Четыре разных расы живут черных в Африке. Да, так мы, негроидная, негрская, две небольших негрских, малая. Вот таких много. И живут там племена, живут племена, ненавидящие друг друга, люкейшим образом. И одна из страшных проблем Африки, это трайбулизм. Трайб, племя? Племя? Межпоменная рознь. В Европе то же самое было. В Европе тоже множество народов. Да, но в Европе давно она объединилась. В Азии, ну, понятно, да, китайцы и монголы, люди разные, но давно-давно не воюют. Потому что тысячу лет, как Канг. Вьетнамцы с кхмерами. В Африке это неостановимо абсолютно. То есть вот как оно было тысячу и две лет, две тысячи лет назад, так оно и сейчас. И не пытайся белое предотвратить, население Африки было бы раза в 30 или меньше. Что не может не радовать с точки зрения демографической ситуации. Но белое постоянно вмешивается. То хлеба подкидывают, то разъединяют эти племена, то проводят границы как-то, значит, защищают какие-то одно племя от другого. Но если вот вы следили бы за, скажем, то, что называется африканская политика, это постоянные войны и геноцид. Одно племя убивает другого. Войны ведутся только на уничтожение. Никаких других форм войны в Африке никогда не знали. В этом плане разговоры о том, что все народы одинаковые и все культуры, об Африку разбиваются, как волны, как утесы. Потому что в 19 веке европейцы открыли племена, которые не знали колеса, не знали обуви, не знали колодца. Воды брали только из рек и из озер, из таких источников. Не знали моногамного брака, ну, про одежду, металлические изделия. Не умели приручать животных, ни одного не домистицировали. Ни коня, ни собаку, ничего. Только вот охота, собирательство, рыболовство. Ну, сами можете себе представить. Хотя, как вам, конечно, есть и другие племена, которые что-то научились делать. Например, какие-то племена приручили скот и стали пастухами. Но дальше этого, дальше примитивного земледелия, самого примитивного. И скотоводство никто не пошел. В Африке не было никогда городской цивилизации. То есть она была на севере Африки, да? Ее создали египтяне. Но она географически в Африке, но это создали не коренные жители. Коренные жители Африки все черные. И пришельцы оттесняли коренное население все дальше и дальше на юг. И это можно проследить по тем племенам, которые живут сейчас в Южноафриканской республике. Южноафриканскую республику всегда упоминали как бастион расизма. Но это единственное место, где все черные уцелели. Потому что белые их берегли. Строят для них так называемые бантустаны, резервации. Где они могли хоть как-то жить, не беспокоясь о том, что их вырежут более сильные черные соседи. И вот там есть племена бушменов, готтентотов, так называемых, пигмеев. И вот мы понимаем, какие были в Африке изначальные племена. Это они там жили. Потом более сильные физически черные племена, пришедшие, видимо, из каких-то окраинных областей. Вытесняли, вытесняли, вытесняли их. И, в конце концов, загнали на самый юг, в пустыню Калахари, где вообще жить невозможно. Это они там живут. Вот на это на землю никто не претендует, даже из черных племен. Вот такая была ситуация. Видимо, каких-то черных вытеснили из Северной Африки, которые заселили египтяне. Потом позже римляне, берберы, туареги. Народы такие, европейская раса, ну а потом и арабы. Но это не Африка. Настоящая Африка начинается за Сахарой. Где кончается арабское влияние, ну европейское тем более, начинается с земли черных людей. Это Африка настоящая. Конечно, сейчас и государство. Это все же проклятое белое. С Библией, со шприцом, с антидифозной вакциной. С какими-то понятиями от цивилизации. Они все это построили. Сейчас там государство, они прорывно между собой воюющее. И для того, чтобы вы поняли окончательно отношение к Африке. Мое дружелюбное. И симпатично, я приведу несколько цифр, не утомляя. Когда Африка была до 61-го года, при активной поддержке Советского Союза, рухнула колониальная система в Африке. Советский Союз вложил огромное бабло, обучал, давал оружие, прямо подстрекал определенных людей. И они там начали строить свой африканский социализм. И колониальная система, английская, португальская, французская, они как бы рассыпались. И большинство стран в 60-м, 61-м году стали независимыми. Вот сравнить показатели. До так называемой независимости, например, Ангола и Мозамбик, они по обе стороны, представляете себе, да, Ангола на Атлантическом океане, Запад Африки, Мозамбик на Восточном берегу, на Индийском. Так вот, обе эти страны португальцы почему захватили и имели, чтобы контролировать морские пути. Нация моряков, пиратов, торговцев. Они на двух океанах закрепились. Анголой и Мозамбиком обладала Португалия, маленькая, крохотная Португалия, гигантскими территориями, которые в несколько десятков раз превосходили. Сбор риса в Анголии и Мозамбике был такой, что они конкурировали с Китаем. Вывозили рис во весь мир. Чай, орехи кокосовые, какао, всякие там тропические фрукты. Там отдыхали богатеи из Южной Африки, из Европы. Ну, тогда не так была развита авиация, это все-таки было накладно туда лететь. Но приезжали все равно великолепные курорты. Но народ жил, значит, в страшном угнетении. И он освободился с помощью Савдепи и стал строить свое независимое существование. С этих пор, начиная с 62-го года, вот сейчас какой идет? Вот непрерывно в Анголе идет война гражданская. Можете себе представить, за 40 с лишним лет шоу оно превратилось. Разрушено все. Нет ничего в стране. Голод жуткий, который у них твой. Какие там урожаи риса? Какие тропические фрукты? Какие курорты? Эпидемии. Население сократилось 12 раз. Вот так. Такие плоды независимости. На Забике еще были ужасные ситуации. Там еще, ко всему прочему, там быстрые реки. Вот там же Лимпопо, любимая река, да? Да, с корняем Чуковской. Лимпопо, Замбези, там водопады эти офигительно. Очень большие реки. И португальцы построили плотины, ирригационные сооружения, следили за ними. Белые колонизаторы, эти твари, сволочи. А, естественно, черный человек не до того рожден на свет, чтобы следить за этой белой покрасной. Правильно? И оно все, конечно, пришло в полный упадок. И там страшные, катастрофические навыкиния бывают. Каждый год почти. Ну, наш снег тает. Черный человек не знает этой закономерности. Но проклятые белые понимают. Если снег в горах будет таять, прибавляется вода, и все. И каждый год там страшные, катастрофические навыкиния. Они не понимают ситуации. Как бы лето, цыган шубу продают. Можешь тепло. То есть они селятся ровно на том месте, какую деревню смыло два месяца. Земля же осталась. Домики некоторые стоят. И это все пространится из года в год. Это может показаться нереальным и смешным, но найдете справки, и вы еще более катастрофические факты найдете. Вот такая страна. Земля Африка. Вот вам. Ну, не утомляю вас дальнейшими цифрами. В Африке самая большая в мире рождаемость. Совершенно чудовищная. 13 детей в среднем на женщину. Из каковых раньше выживало 2-3. Сейчас выживает 8-9. И непрерывно европейцы шлют лекарства, для того, чтобы их выживало все больше. Пока, к счастью, есть регионы, где смертность превышает рождаемость. Но что будет, когда это Астана? Трудно себе представить. Естественно, ни одна страна Африки, кроме Египта, но Египет и Арабская страна, не может себя прокормить. Ни одна. При сказочных природных ресурсах. При возможности собирать 2, в некоторых местах 3 урожая в год. Исключение составлять Южноафриканская республика, где был белый режим. И там продолжает где-то треть белого населения. Он по секунду уезжает, уезжает, уезжает. Страна по-тихоньку опускается. Белые не уезжают вовсе, потому что там самые крупные в мире запасы алмазов и золота. Однорменно в одной и той же стране. Как-то уехать оно словно западло. Но их все меньше, меньше, меньше. Из некоторых провинций они вовсе уехали. Держат по одной. Там их было 5, да, вот вокруг Кептауна. И если вы смотрели чемпионат мира по футболу в прошлом году из ЮАР вы видели, да, и лица болели. Ну, если можно назвать лицами. Ну, это жопа с глазами. Вот эти вот чернокожие болельщики, эти дудки в УЗЛы. Вся картина Африки, как родная. Да, вот таким путем. Поэтому перспективы в Африке довольно туманные. Самый высокий в мире процент заболевания СПИДом. Потому что 40% населения. Это внушает оптимизацию. Значит, в некоторых странах непонятно откуда. Просто для ментальности африканского населения. Значит, в ЮАР самый высокий процент заболевания СПИДом. Мужики работают на шахтах и долго без жен. Ну, естественно. Приходят девки, без жен. И когда мужики возвращаются, то выясняется, что вот у них СПИД. Ну, а всем это надо возвращаться. И кто-то пустил слух абсолютно изумительный. Потому что если переспать с девственницей, неважно, по согласию, или изнасиловать, или купить, то СПИД уйдет. Прекрасная слуха, правда? Ну, после этого, естественно, СПИД распространился, основной силой. И так вот оно потихонечку и продолжается. Вот эта ситуация в Африке, как мы видим ее сейчас. Социальная, экономическая, политическая, это непрерывная война, геноцид одного народа другим, истребление. Но вас волнует судьба трагедия народов Руанды, когда народность Хуту уничтожила народность Туцин? На две трети? Я думаю, нет. Это ужасная черта белого колонизатора. Его интересует Спартак и Торпеда гораздо больше, чем Хуту и Туцин. Но, с другой стороны, если бы мы хотя бы отличали Хуту от Туцин, а так нет. И никто, конечно, там не вмешивался, так как вот с Каддафи. Потому что там есть ресурсы, но она сто лет. И они даже и вмешались. Но это ничему не привело. Это постоянный, абсолютно постоянный процесс тысячелетия медлящейся. Вражды всех против всех. Каждое племя воюет против всех соседей. Воюет на уничтожение. Они не понимают, как можно договориться. Был у меня знакомый офицер такой, подполковник Зубанов. Замечательный мужик. Автор чудесной фразы. Что-то еще офицеры спрашивали у нас главное в танке. Но мы говорили там. гусеницы, двигатель, пуш, ну что там, паш. Главное в танке, пардон, не обосраться. Ехать будет невозможно из-за запаха. Да. Это хорошая фраза, согласитесь. И сам он никогда не давал такой слабины. Два ордена бывшего Краснознамени. Это боевой орден. Не за фигню. Не писарям. В мирное время это был еще солдат. Вот он в Африке воевал. Советник. При штабе. И рассказывал. Понятия дисциплины нет ни у кого. Он согласен помаршировать, потому что в форме и девки смотрят, и братья завидуют. Это он согласен. Ну хорошо, поползать на учениях. Но стоять ночью, когда без того страшно. Непонятно, хреновина охраняя, а в соседнем селе гуляют. Ну какое идиот будет стоять с автоматом, когда все равно понятно, что никто не нападет. Ну, может автомат оставить, а может и взять сову и пойдет гулять. Это не считается дезертирством. Просто, а там же веселее. Но объективно, разве не так? Выборы, разве не ушли? Вот так. Поэтому совершенно безнадежная ситуация, с точки зрения, как-то их к чему-то мобилизовать. И вот африканские религии, мы перейдем к этой теме, да, они остались, вот по словам того же этого Зубанова Игоря Владимировича и других людей, остались абсолютно такими, как они были. Ну, конечно, есть влияние Дуная Белая, есть влияние про телевидение приемников, ну не может так быть. Но вот в основном мировоззренческая основа религиозная она точно такая, как была. И в этом смысле это такая вот глубина архаики, две-три тысячи лет назад. Не обсуждается вопрос, нужны ли человеческие живоприношения. Как вы говорите? Ну, конечно, да. Без них же солнце не взойдет. Вот. И вот все те обряды кровавые, которые когда-то делались, конечно, и в Европе, живоприношениями, четыре тысячи лет назад. Да? Скажем, в древнейшей части Библии, как считается, книга Бытия, написана три с половиной тысячи лет назад. Там запрет начинается, скажем, это приношение. Значит, доперли в Китае, еще где-то через пятьсот, в Индии. Там нет. То есть, вот как оно было, все проходили народы через эту стадию, но именно в Африке это все сохранилось. В такой своей первозданной красоте. Но, что не сохранилось, те регионы, где миссионеры поработали, часть Африки христианская, часть Африки мусульманская. Но, опять-таки, что такое христианская и мусульманская? Они идут в церковь или в мечеть совершенно искренне, носят христианские или исламские имена, но не при этом абсолютно верят в своих племенных богов. Они верят, что человек может перевоплощаться в леопарда или в крокодила. Это для них абсолютно естественно. Точно так же, как он поет псалом о воскресении Иисуса или читает Коран по-арабски, ну, кто умный, слушает там проповедь. Точно так же, абсолютно спокойно слушает колдуна или шамана, правильно сказать, я думаю, колдуна, который говорит ему о том, что для существования цели, ну, я не знаю, взять в жены ту девушку, которая нравится и соседняет, не надо там убить кого-нибудь. Конечно, надо, но это о чем речь, хотя, конечно, религия это запрещает, да, но они живут в мире вот этих народных верований. И вот такая ситуация двоеверия характерна даже для тех частей Африки, где формально есть христианство и ислам. Вот такие дела. Ну, а христианство и ислам что нам изучать? Например, о Африке, когда мы можем поговорить о нем, например, место, где они зародились, а вот, собственно, африканские религии. В Африке нет одной религии, их множество. Кто интересуется, это был такой замечательный специалист Шпажников Борисович. Он написал самую лучшую на русском языке работу про африканские религии. Но это мне очень интересно, хочу вам сказать. Они все однообразные. Есть понятие единая мировоззренческая основа у народов, которые живут на одной территории. Скажем, у всех народов, живущих на гигантской территории Сибири, сложились примерно никакое представление. Про три мира, верхний, нижний, средний, помните, мы говорили, про шаманов, которые путешествуют, про души, которые живут в трех мирах. Вот у индейцев в Северной Америке, хотя там тоже гигантские территории, там от Мексики до Аляски, тоже примерно одинаковое представление. Жестокие боги, кровожадные, страшное жертвоприношение массовое, такая вот, такая абсолютно людоедская религия. Но все, более-менее, индейцы ее разделяют вот в этом регионе. Вот в Африке есть некие общие представления, они какие? что миром правит некий верховный бог. Сами придумали, или подсказал кто-то из миссионеров. Этот бог бесконечно далеко. Никто из людей, кроме самых-самых крутых колдунов, не может даже помыслить о том, чтобы с этим богом войти в какое-то соприкосновение. Он безумно далеко, как солнце. А есть целое сонмище богов, которые живут, ну, богов, духов, демонов, которые живут ближе к нам. И для африканских религий свойственен вот такой интересный взгляд. Все существа живут в одном и том же мире. Мы же как себе представляем, что есть мир мертвых, и он не пересекается с миром всех живых, да? Там есть граница, и так, в принципе, не перейдешь. Ну, можно, там пробираются лазутчики оттуда, да? Но в основном нет. Это граница как бы на замке, да? И между верхним миром то же самое. Прямо отдельных представителей, Ну, вот Пеляевские рассказы, да? Бубин верхнего, нижнего мира, между мирами четкие границы. А вот в Африке сложилось четкое представление, что никаких таких миров нет. Есть единый мир. В нем все живут, и всем находится место. Демоны, злобные, они живут, представляем, среди нас. Добрые духи, их меньше существенно, чем демонов, но они тоже есть, и они живут среди нас же. Духи природы и духи животных, духи скал и, там, скажем, воды, они все живут здесь. И еще одна любопытнейшая черта африканского мировоззрения. Все живое, нету мертвого. Живое все. Вот, например, камень, дерево, палка, водопад, конечно, живое существо, но мы не можем этого видеть. А вот, например, колдун, он может вступить с духом дерева, или водопада, или валуна в разговор. и может выспросить, может понять, что он говорит, что он чувствует, на что он жалуется. Вот, такой анимизм, да, оживление всего, что есть вокруг. То есть, мертвого нету. Из этого делается интересный вывод. Раз нет мертвого, то никто, как бы, не умирает. От того, что хоронят, ничего страшного не происходит. Они живут среди нас, мертвецы. Африканские могилы, поразили европейцев тем, что обычно могила это крепость. Кладется плита, чтобы не вырос покойник. Мусульмане сооружают такую хреновую мазолей для тех же целей. А есть нет. То есть, он легко может разрыть и выйти. Да, собственно, и выходит. Выходит и ходит среди нас. И мы не знаем, кто по-настоящему мертвый, а кто живой. Вот, как говорят, африканское мировоззрение не различает между живыми и мертвыми. Вот, люди сядут в кафе, пьют пиво. Никто, кроме колдуна, не скажет, кто из мужиков мертвый, а кто живой. Девушки пришли там покупать желтый кашмир на завертку прелестей. Из них там половина уже трупа. Давно мертвяки. Ну, ведут себя совершенно так же, как и живые. Да? Поэтому нет границы четко между мирами. и мир наш населен существами вредоносными, злобными. Покойники, как правило, к людям враждебны. Почему? Они видимость. У них нет многих функций, которых есть у нас. То есть, вид-то они делают, но они не могут, например, наслаждаться многими вещами, которые для человека составляют основу бытия. Там пить, есть, трахаться, это они не могут. Без специально составленной программы. Да, вот это и есть зомби. Оживший мертвец именно с программой. А так обычный, который встает и ходит, это он просто ходит и он пить делает. Да, вон какой, раскрашенный муляж, но очень хорошо сделанный. Ему, конечно, завидно. И он пытается мертвым как-то, в смысле живым, как-то отомстить. По-всякому. Самый распространенный способ мести это обмануть. Обмануть. Вот мистифицировать, человек говорит, я же твой дядя. Как дядя умер-то? Это Аллах, ты что за него делаешь? Будешь? Пойдем, я тебе покажу, и там, заманить. Ну, чтобы еще один был мертвый, на нашей стороне. Потом, чтобы ты его вредал в могиле, и не было так одиноко. Вот, африканские сказки, один из основополагающих мотивов, это обман мертвыми живых. И мораль, как различить мертвого от живого. Да? Вы думаете, там, по трупным пятнам, да? Нет. Там целая хитрая система. Отсюда же идея про зомби, про живших мертвецов. Сейчас слово зомби затаскались совершенно, а про все говорят зомбировать. Человек выступил с речью, он зомбирует публику. Да, тьфу на вас козлов. Это от тех козлов уже и зомбировать не надо. В нашей повседневной речи зомбирование имеется в виду ну, какой-то сознательный обман или манипуляции, да? Скажем, я вам рассказываю про наш терральный порошок, который лучше в мире, я вас этим зомбирую. Или на политике, на избирательной речи. А реальный зомби это вот кто. Умирает покойный, и колдун входит с его духом в определенную связь. И дух покойного порабощает. Колдун это может, мы нет. Потом он обращается к более высоким духам, которые за все царство мертвых, и там что же, своя иерархия, за царство мертвых отвечают, и принося им определенного рода жертвы, чем крупнее дух, тем, естественно, и жертва больше. Он испрашивает у них разрешение на полное владение духом этого покойника. И, ну, тем же обидно, он как бы их припасной, их холоп. Но вот холоп он выкупает. Это система выкупа. Чем занимается колдун? Он устанавливает, кому этот покойник принадлежит. А вот таким-то духом. Значит, он их находит, ласково, с духами нужно такое уважительно, ласково, уважительно с ними разговаривает, предлагает им жертву, выясняет, какую они возьмут, приносят. Все жертвы кровавые. Но это, как правило, животные. Куры, овцы, ну, самые такие крутые, это либо корову, или там, какой-то, что-то, коня. Вот. Это уже и стоит соответствующих бабок. Но на это колдун не жалеет. Что-то приносит эти все жертвоприношения, приносят нам раскидывают куски мяса, сливают кровь, все нам кровавые подробности. Точно, как описано в книге Левит, в Библии. Но это же описано 2000 лет назад, 3000 лет назад. И когда-то делаю саатат, сейчас это совершенно как бы практика. Все ужасно этого боятся. И когда видят колдуна, который вот там ищет черную в крапинках овцу, все понимают, это он не просто так. И не для шашлыка. А он ее зарежет в определенном месте, с определенными ритуальными заклинаниями, и этим самым умилостивит некоего духа. И тогда покорит дух того покойника, как, скажем, дядюшка Мбелли, который умер в прошлый вторник. Все же помнят дядюшку Мбелли. Да, который был пьяницей, и лучше в деревне Гончар. Ну, я помню, дядюшка Мбелли, смешно. Но он же помер. И вот, значит, над его духом этот колдун, такой по терминологии сибирских людей, черный шаман, плохой шаман. Этот шаман хочет колдун установить полную власть. Если это удается, вся цепочка пройдена, то дух дядюшки Мбелли или любого другого покойника не может сопротивляться, потому что он слабее изначально. Вот такая, да, ситуация вполне понятна, что может быть крестьянин, когда феодал его продал. И вот тогда этот колдун выдумывает для этого покойника особый план действий. Ну, вот пишет программу, реально. Программа не в компьютерном смысле, а план действий. Что бы он хотел с помощью этого покойничка добиться? Ну, понимает человек, что ничего хорошего он добиться не хочет. И покойник встает из могилы, не понимает, что он делает. Это его дух во власти чужого человека. Значит, тот факт, что люди разлагаются физически, в африканское сознание слабо пошел. Дух встает так, как его похоронили. Кроме того, для колдуна, который может над духом установить власть, одеть и обуть, что там такого носят в Африке. Это же не Париж. Что там носят в Африке? То есть, для него одежонка не проблема. И этот дух отправляется выполнять то задание, которое ему, помимо его воли, в голову уложено. Вот что такое, настоящий зомби. Это оживший мертвец, который не осознает факта, во-первых, своей мертвости, и во-вторых, он вообще ничего не понимает. У него есть программы, он четко по ней идет. Он не реагирует. Вот поэтому, кстати, можно отличить. Ну так сами африканцы говорят. Вот если человек не реагирует, ну у нас бы половина пьяная, было бы принято. Да. Вот его ничем нельзя отвлечь, его нельзя запугать, естественно, нельзя подкупить. То есть, это идеальное орудие, да, для выполнения каких-то замыслов. Вот он идет и делает нечто. Он или она, чаще, конечно, это духи мужчин, но бывают и женские. У них там задача, например, соблазнить, или там ребенка увезти, прикинуться тетушкой, такой старой, толстой, доброй, да, и увезти кого-нибудь ребенка. Разные бывают планы у этих колдунов. Но всегда, конечно, вредоносные для людей. Поэтому с колдунами боже упаси ссорятся. Только мириться и потакать. Потому что, если он захочет, ты ничего не сможешь сказать. Он избранник духов. И сказать, какой колдун применяет такие штуки, а какой нет, никто из простых людей не может. Теоретически, любой из колдунов может это дело применить против тебя. Ничего ты не сделаешь. Вот это вот зомби, это как бы та часть африканского культа, которая стала наиболее известна в Европе. Она просто, слово, извратила свое значение. А я вам расскажу, как оно на самом деле значит. А что африканцы в это вкладывают. То есть, с точки зрения африканского человека, подтверждает написатель Ерофеев, который полуафрики объехал, они абсолютно искренне убеждены, что вот в толпе на базаре или там в кафе, в придорожном кабачке половина покойники. Половина покойники. То есть, в принципе, можно подойти и определить, если у тебя хватит духа. но духу, как правило, людей не хватает. А вы не пробовали примерить на себя ситуацию? Вы живете в мире, где половина людей мертвая. Я думаю, это сильно меняет мировоззрение. Ты заходишь в офис и видишь. Татьяна Прокофьевна, а ведь вы уже. Я? А, вы после отпуска. А ведь вы сдохли. Павел Филиппович, ну что, два месяца, как вас нет. Да, это порадует для них. Про африканские культы Европу узнал очень недавно. И, например, в России с возвращением из Африки первых путешественников. Конечно, первая нация, в которой Африка освоила, были англичане. Да, Ливен Стоун, Стэнли, да, Стэнли там лазил по таким местам. Невероятным. Ну, русских путешественников гораздо меньше. Но в 20 веке поехал Гумилев Николай Степанович, да, привез. Ну, он далеко не добирался, но даже бы он добрался, так и то, да, он был очень смелый человек. до озера Чад, да, потом посвятил Ахматовой своей невесте, потом жене все эти стихотворения. И вот он очень красочно рассказал, ну, реально, это не выдумал. Он не сидел в Париже в кафе, не кражет, реально там ходил, стрелял, умирал, ну, прошел. Смелый мужик. И тогда вот интерес к Африке очень вспыхнул. Ну, на короткое время, потому что, что там, поддерживать этот интерес не было никакого топлива. Но вот Блок, который очень так ревниво относился к славе Гумилева, он решил узнать, а вот что же это за вообще за континент такой. И стал читать книжки разные, ну, вообще, у него была эта мерзкая черта, он читал книги. И узнал, в том числе, про живых перцессов. Эту идею его неожиданно вдохновило. И в русской поэзии, я не знаю, в мировой, она тоже есть. Но это мне не удалось проверить. Я давал студентикам задание, но не выполнил. Есть стихотворение, которое вполне четко соответствует... Ты боишься нас уже? А вы не знаете, нам не кажется, что Лена как-то странная. Она ведь никогда раньше не встала. Смотрите, тяжело сидеть, да? И хочется быть прямой. Это вот с чем вы связываете? Опираться на что-то, да? Да? Улыбается она не совсем так хвост, она завязала, мне было хвост меньше. А что-то она вырубается, да? Правда? У кого-нибудь хватит духа? Надо ткнуть просто остреньким, остреньким чем-нибудь ткнуть, да, в лапку, да? Вот. И если она с шипением исчезнет, то понятно, что никакой Ленки нет. Придет еще, да. А если останется и с воплем вцепится в волосы, значит, это жива. Ну вот. Секретаре Блока, как тяжко мертвецу среди людей, живыми, страстным притворяться. Ну, придете домой, почитайте в интернете. Там, конечно, африканского нет, это петербургский мертвец. Но такое вот очень интересное стихотворение, совершенно выделяющееся из всей вообще русской поэзии. Никому не приходило в голову, что мертвый может жить среди живых, да? Нет, ну не там, великая тень, Петра, сходец-то, памятник, это другое. А тут вот реальный мертвец, да? Потом встает из могилы, да, ловит таксомотор, едет, ну это же реалии начала 20 века, едет на бал, там танцует, да? с такой же мертвячкой, и она ему говорит, он усталый друг, могила холодна, усталый друг, но вы еще не приглашали на вальс НН, она в вас влюблена. И он приглашает эту НН, и острый, не все я помню, уже размягчение мозга, и острый яд привычной светской злости с нездешней злостью расточает он, как он умен, как он в меня влюблен, это думает, думает, в ее ушах нездешний странный звон, гости глязгают о гости. Да, он такой, видишь, она с ней от своей, да? Леночка, ты скажи, сними с души камень, мы поймем все, мы же не будем тебя любить меньше, того, чтобы ты переселилась в другой мир, нет, нет, моя любовь, все же только увеличится, да, а, кстати, привет она привезла, да? А, ну, давно, 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 вот такие дела, так что, вот такой неожиданный свет в русской культуре, ну, традиционные культы чем отличаются? Значит, есть череда жертвоприношений, которые каждый человек должен сделать добровольно, должен прийти к колдуну и сказать, вот я добровольно там даю то-то и то-то, но в основном животное, да, натурой, для того, чтобы откупиться от таких-таких-то напастей. И, в принципе, Африка же это была, ну, поголовно, агарное население, все жители деревень, или там каких-то пастушевских стоянок, или вообще таких кочующих этих охотничьих орд. Вот, собственно, все вот этим, так сказать, и ограничивалось. Но осложняется дело, я не знаю, то ли знакомством с практикой европейцев, то ли, может быть, это какие-то такие особо жестокие пережитки африканских старых вербований. Возникли в Африке особенно в ее той части, где вот Нигер, Нигерия, вот эти очень крупные страны, населенные таким мощным населением. Возникли так называемые религиозные братства. И вот это ужасные совершенно организации. Они все основаны на животной символике. И вот я расскажу, как они действуют. Вы негров какими себе представляете? Это крупные физические особи или нет? Они как вьетнамцы или как шведы? Ну всякие есть. А пигмей вот такой. Пигмей, бушмены совершенно крохотные. Во-первых, я думаю, они выродились. Они реально старше остальных на несколько тысяч лет. Они просто товарождественцы. И поэтому они уже никого не придут. Это тупиковые цивилизации. И там им бредят, и они потихонечку умирают. Готтентоте это интересное племя. Их назвали так голландцы. Готтентоте это те, кто убил бог. Бушмены, пигмеи это они чуть посветлее, чем негры. Настоящие негры банду. И они очень маленькие. Назвать их богатырями никак. Но есть здоровяки. И самое крепкое население оно живет в стране под названием Нигерия и в соседнем Нигере. Ну собственно Нигер это черный по-латыни. Там самые черные. Как сказано в украинской поэзии чернейшие черные земли. Вот оттуда и главным образом вывозили в рабство. Потому что ну бушмина что же вести. Только будет мокрое место на парафоне. А этих да. И они выживали в жутких условиях транспортировки. И там давали потом американских негров вы видели? это специально отобранные. Почему они такие здоровые? Такие парни девки такие да и они первые в спорте это те кто прошли искусственный отбор. Их вывозили в Америку это плохо но что было то было подбирали самых здоровяков из народности Яруба в основном Яруба Волох и Хауса есть такие в Африке ну не важно да но Яруба они выглядят как Хауса как я очень крепкие физические особи агрессивные злобные воины ну белые без труда скручивали но вообще они как бы как ведут себя американские негры да вы легко себе можете представить какого ненавид вот там они такие на свободе и вот такие здоровяки это молодые мужчины бывают парни неженатые и бывают мужики которые вступили в брак но до первого ребенка родился первый ребенок уже не все почему-то такое ограничение непонятно значит кто еще вообще неженат там как он бегает по девкам ты там особо по девкам не побегаешь как вы понимаете да условия деревни убьют значит пока он девственник или пока от него не родился ребенок тогда нормально они объединяются вот в эти самые братства леопарда скажем волка крокодила самое злобное это братство леопарда леопард в реальности как зверь он же может подбираться на расстоянии полутора метров и его не увидят самый лучший маскировщик на свете реально описанные факты может замаскироваться так вот сидит на ветке 30 сантиметров люди разводят костер не знают вот забирается в любые щели там из спальника вытаскивает ну он взрослого у него лачет ребенка легко перекусывает и уволок сильный страшное дело он же сильнее любого животного на свете он может антилопу представляете она вдвое больше его держа ее в зубах заволочь на дерево но он маленький поэтому гиены и львы его один на один но по силе физической которую у него сегодня реально лев гораздо крупнее но лев в жизни не поднимет такую тяжесть как он это изумительное животное леопард как бы львиный барс какое название их немного и они не охотятся стаями как львы а они одиночки иначе бы они все они одиночки и вот значит быть леопардом это очень круто для африканцев потому что это мощное животное ну как тут медведь такой тотем не всех братство леопарда действует так они вечером по вечерам не принято выходить из домов африканских деревень и бывали случаи зафиксированные белыми миссионерами колдун выходит и смотрит чтобы во всех домах погасли огни ну там никто не читает при свете там солдатских под одеялом но мало ли там засиделись да о чагар все погаси вот и даже говорили о том что колдуны летают над деревней чтобы не дали бог все было погашено и не выходить нельзя то есть вот эта территория куда враг не зайдет да чистая а все остальное враждебный мир и вдруг бьют барабаны раздаются какие-то рычания подражания зверя понятно что это не звери а люди все боятся жутко потому что в хижину они зайдут там будет смерть сопределяться им не принято но даже если бы было принято то куда же ты денешься 20 здоровенных мужиков вооруженных копьями топорами ну что может сколько в доме может быть мужчин 3-4 что они могут сделать и они как правило они или убивают на месте или уволокивают собой если уволокивают собой то это для того чтобы помучить мучают они очень умело это бывает с теми кто каким-то образом перешел им дорогу обидел кого-то из братства не дал денег или наоборот не отдал или как-то там девку увел ну не знаю козу лягнул и вот такая вот форма мести причем все прекрасно понимают это же узаконенное убийство никто никогда не пожалуется и никто никогда не будет этого спаривать то есть власть неформальная от этих братств животных она громадная это конечно пережиток очень далекой старины причем ни вожди ни колдуны они тоже предпочитают ну колдун может быть и науськивает а может быть и не святывается колдуны не рассказывают об этом белом а так они убивают что они религиозные это братства а как же иначе они убивают это же это приношение это тема леопарда конечно это не просто так и они потом говорят и вся деревня повторяет ну верят только дети но говорить по иному нельзя о том что а куда делся такой-то так его же уволок леопард хотя какой леопард ну те кто были в доме прямо видели остальные же прекрасно понимают ну вот уволок леопард все ну и потом там какие-то остатки его приносят этот все леопард его сожрал и вот такая вот интересная форма террор террор такой религиозно первобытный интересный вот кто их направляет не сами ли колдуны скорее всего потому что реальная власть принадлежит не столько вождям сколько колдуны а потом они могут убить того когда родился ребенок он же вышел из их общения или они уже не трогаются не готов сказать это вообще мало изученная штука могут и убить я думаю но они могут любого в принципе убить но дело в том что никто из братства не имеет права никому ничего говорить а уж белым тем более и они отказываются под любыми пытками нет все это поклеп хотя находили ну вот например французская полиция находят у него в хижине там раскрашенную маску леопарда и какая-то хреновина типа там деревянного ведра со свежей человеческой кровью ну это как это попало не знаю леопард это вы? нет а вы кто? я человек а леопард я не знаю а как попало? и это хоть и урежные кошки то есть он боится мести своих своих во-первых леопарда да духа леопарда он боится наверное гораздо больше чем французского правосудия тюрьмы там пыток так вот ну про пытки расскажу вам вы же любите просто чтоб вы понимали пытки везде не хороши но африканский народ изобретателен в этом это же не колесо придумать каким образом казнят человека который предал ну может быть рассказал о братстве о таком да или там я не знаю каким-то другим вот это именно смерть за предательство предательство везде считается самым гнусным преступлением конечно в мужском коллективе если есть мужчина и женщина да самое плохое это изнасилование убийство можно оправдать это нужно здесь честь да или там он меня первый обидел а изнасилование нет оправдания и предательство чистая мерзость так вот наказывают таким способом кладут человека в саванне на открытом месте мордой вниз и привязывают за вытянутые руки и ноги к колышкам ну чтоб не дёрнулся и закручивают его в одежду из плотной ткани а то даже из кожи ну чтоб не дуло оставляя открытой только задницу для вентиляции зачем они это делают прилетают птицы которым надо полакомиться а оно же не проклюешь они туда а тут вроде оп ну эмпирически можно оп здесь есть канал который как говорят в Сан-Франциске голубые сладкая аллея да да а вот значит на этой сладкой аллее идут гулять да да и немало находят кайфа от человека так сказать нельзя но его как-то никто особо не спрашивает и они так потихоньку в чутку сначала же прилетают мелкие птички они же пооперативнее и пошустрее а как устроено в Африке значит там же нет в саванне деревьев и птицы они кружат на разных высотах и чем крупнее хищник тем он выше вот грифы аисты муравьи здоровенные падальщики стервятники они выше всех и они когда они они не видят что на земле происходит это нереально когда он падает вниз когда он видит что-то следует птичка перед ним а раз это значит я туда и там точно уже накрыто да все нормально уже навевает да таким образом когда вот первый круг птичек понимаешь потом идут вот эти падальщики да которые повыше а потом за ними остальные где-то через полчаса уже там полный сбор корм все нормально и там уже прилетает серьезная ряня разгоняет остальных и там уже такой клюв они могли бы и продолбить но им западло когда тут все готово и же когда они начинают то это как Алексей Стаханов в шахте значит вопли этих ребят распугивали слонов с водопоем и я думаю их можно понять да но и все быстро он не умрет по-любому потому что это очень больно но угрозы жизни нет непосредственно и это длится долго то есть очень изобретатель согласитесь да вот такая вот штуковина такая вот существует казнь но воспоминания об этом я думаю кого угодно отвратит от мысли о том что надо сдать свое братство а потом завтра птички с тобой близко познакомятся да вот такая вот штуковина в замечательной книжке я вам написал в вашем списочке который я вам рекомендовал есть одна книга про Африку Виктор Рид такой писатель с Ямайки называется книга Леопард кстати хотя там о Леопарде как раз его ничего-то и нет это не про братство там другое там очень так хорошо изображен негр по имени Небу очень так но это ямайский автор он изображает кенийского негра из Кении на восточном побережье такой негр хороший белый естественно хуже но любопытно почитайте и там тоже описан такой изобретательный способ казни значит там вот эти вот повстанцы черные это описывает автор воевали с белыми и белые брали повстанцев в плен и один английский дюремщик но нехороший человек но хороший редко идет в дюремщик он кастрировал пленных и потом возвращал бабам и бабы конечно жестоко переживали по этому поводу вот но мужики уже нет потому что они уже не могли никак разозлиться они только говорили ну ладно а бабы конечно говорили зараза но тут значит бабы уговорили через жен вождя уговорили сделать налет на тюрьму хотя она никого из ценности не представляла для того чтобы захватить этого негодяя и захватили значит бабы сказали что мы убьем каждого кто прикоснется к нему чтобы один волос с его головы не упал вы поняли меня мы никому не дадим ничего вообще ни воды напиться ничего другого если вы пока смелитесь тронуть этого человека надо ставить нам его в целости и сохранности поэтому мужики с ним верно сдали бабу ну тут он конечно все огреб это легко это легко себе представить и значит жил он дней 10 днем они его выхаживали а ночью они значит его они даже не допрашивали что он мог рассказать а просто как бы вот так пытали от души и прекратили когда пришли охотники и сказали что это невозможно дичь ушла из угодья вопли то есть это невозможно он так орет ушла вся дичь поэтому как-то надо заканчивать с этим ну закончили же все ну 10 дней не описывается что конкретно они делали но я думаю легко себе представить ну и соответственно и вопли были ну женщины же изобретательные существа правда так что вот в этом смысле в Африке накоплен немалый опыт и не находятся желающих вот нарушить вот эту круговую поругу молчания есть племенные культы ну такие вегетарианские безвредные где жертвоприношение это банан это лист кусок коры вода но в основном конечно жертвоприношение живут просто духи едят они не вегетарианцы духи любят мясцо духи любят мясцо обезьянку им курочку рыбу ну а духи покруче конечно козу овцу и так далее не брезгуют человеческие духи и это совершенно не считается ничем дурным неискоренимое бытие абсолютно а сами они дурные я думаю давно уже нет но они могут съесть я думаю какие-то племена но это уже совершенно реликтовые верования они могут съесть какую-то часть да скажем ну вот печень поджарить но так что прям все целиком я думаю этого нет давно вот это все-таки ну совсем примитивный уровень и каннибализм это же ведет к вырождению это видимо давно было замечено то есть кто реально практиковал каннибализм не в Африке хотя об Африке говорилось но реально же не было ни одного никто не нашел а где это реально было это было на островах Полинезии вот Миклуха Макла еще знал реальных людоедов но не боялся и нет вот он такой был человек ну а почему на островах они не знали к чему это приводит это же изолированная популяция то есть те кто жили в широком мире понимают что приходят рано или полно через 2-3 покаяния они приходят к вырождению к дебилам к уродам нельзя есть собственный вид вот знаменитая коровье бешенство от чего началось а то что коровам стали добавлять в еду вообще скоту костную муку из убитых же коров сразу то есть каннибализм природой не предусмотрен я сегодня слушал новости про антифаду поэтому я преисполнен особо гуманистического духа давай а вот они к белым относятся к каким-то ну вот если взять эту систему там мертвяки немертвяки там эти колбулны и так далее у них белые где в этой системе белые вообще строго говоря не человек ну вот он не человек да как кстати говоря черный был для белых потому что когда белые увидели черных в эпоху египтян да вот этих они всех назвали эфиопы и они для них конечно не были людьми они не считались их чувствами они разлучались семьи но это были для них животные и работорговля прекращенная только в девятнадцатом веке это жесты и позор то есть никто не считался всех человеческой природой но слишком разные белые полагают что черные это животные да это обезьяны это дикари и точно так же черные думают про белых да но просто это как бы это тоже конечно дикари да это не люди но по каком-то стечении целист они вот как-то от какого-то злого духа набрались каких-то этих ужасных знаний которые все конечно обращают во зло черного и научились делать всякую хреновину железные корабли которые плывут по морю хреновина которые стреляют на далекое расстояние чтобы копье не бросать вот эти все штуки значит вот помогают белым конечно самые злобные духи но они не вполне люди и ну вот есть черная элита которая там учится настыренные деньги коррупция в Африке больше чем в России это нереально представит это фактически так то есть там нет понимания коррупции а это образ жизни все так живут да здесь это же вызывает возмущение а там нет и настыренные бабки те кто прорвался к власти они учат своих детей в основном сыновей ну иного даже и дочерей в Европе и в Америке эти конечно совершенно по иному но они сюда не возвращаются практически они остаются в Европах в Америках и призыв к адресу Лумумбы вернуться значит в Африку и Африку вытащить они совершенно игнорируют не хотят это кстати одна из причин почему нам так плохо те кто остаются сами знаете но они не рассматривают белых как вполне людей поэтому например в Южной Африке ну скажем убийство белого изнасилование белой женщины это не считалось преступлением ну как например подстрелить на охоте дичь ну или там изнасиловать собственную козу ну может быть смеяться это же не преступление но ты такой вот интересный парень там у тебя такие фантазии то есть белые нет они не люди это как бы особого вида существа да это разновидность демонов разновидность демонов потому они такие жестокие умные такие не по человечески человеком же как черный и потому вот с ними надо как с демонами из черных получаются очень плохие работники заставить их может только силой то есть нигде не применялись такие страшные жесточайшие меры принуждения как в Африке ни в Индии ни в Китае ни на Востоке потому что там человек работает добровольно пусть он даже находится и там в какой-то зависимости в Кабале здесь нет ничего делать не будет он для себя не хочет работать и он разумеется он выходит на плантацию там мотыжить этот кофе или сахарный тростник только потом что стоит на смотрищик с кнутом и винтовкой потому что там ненависть была совершенно зверина африканец не для того рожден концепция работы как способа существования не привелась абсолютно воин должен воевать девка должна красоваться женщина должна рожать а все вместе должны веселиться для этого рожден человек на свете нам еда есть ну допустим ее нет но она же будет сейчас так на пустой животок спляшем завтра там а вось будет антилопа с зажарами с листьями с травами цветами диким медом и кайф а что тогда что-то еще делать на тело божьей недели хватит пиво наварим там какого-нибудь хмельного напитка и все собственно вот вся жизнь это непрерывная такая радость постоянные праздники белые все что такие праздники в честь каких-то таких святых а это просто так живут и как-то изнурят себя так как выходят китайские кричане нафигачи с 18 часов на рисовом поле как в анекдоте как сказал батюшка живешь что ты праведно сын мой но зря вот как-то так у них то есть они абсолютно не приспособлены никакой работе никакой ни к воинской ни к производственной ни к сельскохозяйственной ничего не удается то есть как только ушли белые в Африке моментально начался голод и нету года чтобы в Африке не было катастрофического голода при таких землях если их отдать корейцам урожаи первые в мире да ну китайцам японцам немцам как оно и было в колониальный период вот такие-то ребята так что как они на белых могут смотреть они хотят жить как белые с автомобилями телевизорами это не понимают с барами выпивкой танцами ну то есть со всеми отрывами но работать нет и как бы нет необходимости такой а вакцинацию проводят насильно? и вакцинацию проводят я думаю разъясняя ну в том случае там могут объяснить миссионеры очень в этом хороши там они объясняют маме что надо привить ребенка то он умрет она видит что все дети умирают и боязно за себе она приносит ребенка вакцинации конечно сначала они не хотели там заставляли чуть ли не оружие но до сих пор брюшной тиф там совершенно в изумительных пропорциях и другие болезни такие которых и нет в Европе лихорадка эбола это все их косит вакцинация вещь неплохая в том смысле что в последнее время стали это замечать я думаю что это осознается на западе ну зачем нам столько черных это же вопрос любого здравомыслящего человека взволнует да? ну на хрена они нужны не, именно не были нет а вот а это же все понятно потом они все побегут в Европу ну как сейчас арабы то есть есть этносы которые себя не прокормят и что с ними делать значит вот после вакцинации получается иногда очень хорошие результаты например женщины не зачинают не рожают то есть атифам не болеют но не рожают что-то вообще неплохо реальные факты да реальные факты вакцинации ну это применяется и в мусульманском мире ну в смысле это специально они об этом знают ну мусульмане да а вот эти я думаю нет я думаю нет степень осознания действительности у них наименьшая среди всех возможно ну может индейцев где-то в Южной Америке вот такая вот штука ну а что я должен вам еще раз сказать обязательно иначе вы меня не поймете это про религии переселившиеся из Африки это Вуду сейчас вы слыхали про Вуду да и про религию Кандомбле и Маконга Кандомбле это религия из Африки переехавшая в Бразилию в Бразилии тоже дофига нигров вы бывали в Бразилии напрасно напрасно бывало да в городе Байя где мы были только проездом потому что могли управлять своей проездкой изумительный город такой ну видно там же почти только одни негры дома вы не найдете там серого черного дома зеленый ядовитый желтый красный фиолетовый то есть вот как детский пластилин в этом плане полный кафе и так же выглядели женщины на улице на их черных телах вся эта вся гамма там же при нас был пляс непостижимый из-за чего просто так вот народ шел в хорошем настроении вот девка подумала как классно как классно через два месяца все-таки ну я так думаю так она рассуждала да или парень подумал вот я думал я безнадежен а Жозефина на меня посмотрела и стали плясать тут же город присоединяется а это вот столица штата Сальвадор Бая ну чудо оттуда самые лучшие танцорки там дешевле всего жить но делать абсолютно нечего они разъезжаются чтобы как-то себя кормить Бразилия в принципе живет же очень хорошо и там есть религия кандомля старая африканская религия но она довольно вегетарианская может она была и злобная но бразильцы как бы общая атмосфера в Бразилии не было ни одной войны вообще зачем воевать когда можно сыграть в футбол потанцевать и потрахаться ну зачем воевать ну сыграйте в футбол вы выясните кто лучше вы зачем воюете чтобы узнать кто круче ну девки пусть спляшут а мужики давайте раздевайтесь и сыграем в футбол правильно ни одной войны поэтому в атмосфере бразильского такого всепримиряющего братства там никакой людоедства долго не прожило там очень так все тихо мирно и все живут рядом все национальности днемыслим абсолютно скажем в штатах белые черные а там никто еще не обращает внимания все бразилии и в этом смысле кандомбля она такая религия жизнелюбивая это поклоняет каким-то духом давным-давно там неведомым им и в основном всю религию составляют танцы разнообразнейшие танцы очень не похожие ни на что из-за того что мы танцуем ритуальные но в этом смысле они строги вот есть танцы которые танцуют женщины да есть танцы которые танцуют только девицы и ни одна женщина не может присоединить а про мужиков говорить ничем а есть наоборот только мужские танцы и когда-то что-то с этим видимо стояло может быть плодородие может быть охотничья магия может быть сватовство но теперь это уже невозможно угадать это просто таки очень красивые быстрые динамичные ритуальные движения в очень красивых казах я думаю реально там была мешковина что там была в Африке листья сшивали а в Бразилии ой при их страсти одеваться боже мой что они не накручивают на себя и перья которых я уверен не было и всякие блестки и стразы и хрен течет и пляшут самозабвенно абсолютно фестивали кондомбли кстати фестивали самбы которые Бразилию так прославят это же не что иное как танцы кондомбли конечно это танцы кондомбли а что такое танго вот само слово оно же по-испански на что похоже танго на какую африканскую реку ну скажите мне слово не бойтесь но конечно конго танго и конго это божества да Куба Луба танго и конго четыре главных божества бассейна великой реки да и вот эти самые конго и танго попали в Южную Америку и танец танец страсти и секса вот он и есть танго ну конечно он приобрел европейский вид а разве танго похоже на европейские танцы так сказать вот на одни да на вот эти все минуэты да на контрданс как танцевали в Европе мановазурки а тут да настоящая то есть это чистая страсть это конечно танец был я думаю сватовства танец плодородия и танец когда плясали парни с девками и заканчивались танцы естественно награждением ну а чем такой танец должен заканчиваться потом идут пить холодное пиво да фига это абсолютно такое вот ритуальное действие ну а стало таким да салоном танго в Аргентине это ну как бы двойная очистка африканского субстрата в Бразилии кандомбле которая превратилась в самбу видели как танцует самба да ну хотя бы по телевизору да я говорю как будто я там видел живем видел живем один раз то тоже по телевизору как и вы все но это значит девка на ней ничего не должно быть на тех местах куда все смотрят а так куда смотрят поменьше там должен быть я не знаю наш паровоз который вперед летит неслыханный плюмаж офигительный совершенно какие-то сапоги нафига я сапоги когда на трусы не нашлось материн какие-то налокотники и все это переливается и все это сверкает и она крутит бедрами одновременно и плечами в другую сторону и улыбая это офигеть надо да но это кто так танцует индейцы танцуют так нет индейцы Южная Америка примитивнейшие существа по сравнению с ними негры это просто спинозы ну реально белые так никогда не танцевали женщины так никогда не танцевали нигде только в Африке это чисто африканский способ подачи женщины да но а наряжаться это наверное они наверное и так наряжались женщины же везде да себя украсить но так наряжаться они стали в Бразилии и ритуальные пляски кандомля преобразились вот эти они подумали что это конкурсы могут быть потом самбо ну а самбо стала национальная религия теперь школы самбо кстати капуэйра борьба это что же это африканские дела они сделали ну это ж бразильская бразильцы даже из каратэ бы сделали или там из дзюдо они бы сделали шоу капуэйра это борьба это единоборство как дзюдо и каратэ чтобы ногой заехать в рожу чтобы отломать пол черепа ну зачем это нужно а как если ему отломишь пол черепа кому будет пить пиво да и как ты с ним будешь играть в футбол он же не примет мяч на голову поэтому зачем это и там удары только обозначаются и вот эти вот движения стали такие не жесткими как в бою а танцевальными и так возникло капуэйра ну это все конечно из ритуальных плясок но мужских да если танго смешанные кандом для самбо женские то капуэйра это было язвак назывался по-африкански но она как-то называлась это были мужские танцы вот каким любопытным образом все трансформировалось религиозная основа совершенно никого не интересует ну может быть мы пытались бая спрашивали я у католиков спрашивал которые нас принимали ну что-то там они знают про кандом у меня никого серьезно не интересует все собираются только на фестивале а фестиваль опять посмотреть только как танцуют девки очень изобретательно красиво танцуют шьют костюмы каждый раз новое и вот в этом их кайф а о чем собственно говорила религия да чему поклоняются не удалось мне повезти я только знаю религия маконго это вы можете вспомнить из Маркеса да маконго маконго это по-видимому более злобная религия с колдунами которые приносят жертвоприношения кровавые и она где-то живет среди черных среди красных все оттенки красного цвета на севере Южной Америки не в Бразилии а в Гвиане где вообще дикая жара где жизни никакой нет вот эти вот индейцы и остатки негров живут вдоль рек хватает еды там рыба дичь живут так как они живут в Африке никто их не трогает там и вот там вот эти вот кровавые жертвоприношения проходят религия маконго суть ее изначально тоже непонятна но я думаю это духи ну что там особенно ну какие-то духи требующие кровавого жертвоприношения самая раскрученная из африканских религий конечно вуду она стала благодаря Голливуду значит кто ее нафиг знал она попала на Гаити в Гаити ближе всего к штатам ну и туда проще всего послать экспедицию вы знаете да есть остров Гаити он разделен на две стороны одна цивилизованная потому что там жили испанцы это Доминикана и вторая абсолютно дикая это населенная неграми это Гаити уровень жизни самый нежащий ну как негры могут жить мы знаем то есть сравнить как живут рядом ну буквально через 50 километров это пропасть абсолютно а там как граница охраняется так как это лес кто там будет охранять лес это горы и лес ну там попробуй перелез ну перелез давай живи ну ты как ты в Доминиканской республике все белые ты скажешь я тоже ваш все по-испански ты по-французски и черные как сказала бабушка этому отличнику разведшколы американской как же вы бабуся распознали так как у нас сынок на грязанищине с роду негров не было а там тогда все по-русски говорит а как они на этот остров попали там была база пиратская но вот эти все выдумки про Джека Воробья это же на реальной основе там реально была база пиратов которые грабили корабли идущие из Мексики из Перу из Гвианы с золотом и серебром там их было перехватывать удобно и пираты занимали целые города сто лет они бесчинствовали потому что никто за них не брался с их помощью ходили государства ослабить друг друга Англию, Испанию Португалию, Францию и так далее а они этим пользовались у них как раз были интернациональные команды и там были целые пиратские государства в частности на Гаити это же остров они завозили рабов которыми торговали которые на них работали но они не смешивались это было на той стороне на зубов а здесь они же и сами строились свои соборы в Санто-Доминго где кстати в соборе обнаружились изумительные совершенно масонские надписи ну что прислал мне там один замечательный питерский мой знакомый Анатолий Федорович Кирюшкин он был там с фотографиями я покажу как есть у меня в компеле с надписью на лотене да покажу, расшифрую ну расшифрую там туда попали а были, я думаю масоны среди мореплавателей и среди капитанов не удивлю а что такие пираты это же беглые моряки ну откуда они брались да это беглые высококвалифицированные но противные моряки или те кого выгнали за мародерство за пьянство за непричинение откуда они такие брались да это что моряки флота это же они должны были воевать лучше регулярной армии да и причем какой испанская английская это же не фуфло так что конечно они в той жизни они получали образование как люди вот вот так они погнали туда но в 16 веке пираты делали что хотели в 17 уже начали их вешать в начале 18 не осталось пиратов все только в Сомалии потому что за них не берутся они выгодны а они выгодны если за них взяться то одно подразделение даже с российской морской пехотой не говоря про американскую в течение одной недели это совершенно не проблема проблема только политическая за пиратов взялись и при всей удаленности баз и тогдашних коммуникаций все эти воробьи капитаны Сильвали там черные бороды и Морганы как миленькие всех просушили да вот так потому что из государства населения никто не может тягаться и они это уничтожили просто все вот эти очаги посадили губернаторов правильных ребят которые разворачивают там пиратская деревенька говорят мы не сдадимся против бога разворачивают фрегат там 40 пушек левый город плит и нет деревни ну не хотите мы поплыли такими способами и искоренили пиратцы на морях да так же было бы и Сомали на права человека вот и страховым компаниям это выгодно вуду довольно простая религия основанная на симпатической магии что это значит убеждение в том все мертвое можно оживить любой предмет любой а все живое легко умертвить а потом вернуть в первобытное состояние вот бежит собачка ее и она ее уже нет а потом раз и оживил то есть это запах граница между этими состояниями непроходимая наоборот проходимая нет понимания необратимости смерти а это краеугольный камень нашего мировоззрения да а там ну умершем умершем лишь бы был здоров воскреснешь ничего страшного и второй постулат у человека всегда есть подобие и это подобие позволяет на человека воздействовать наилучшим подобием является кукла это потому что наверное в Африке не знали ни фотографии конечно ни портрета так портрет сейчас они по фотографии вудуисты там работают делается кукла человека довольно грубое изображение но всегда с гениталиями что меня радовало то есть изображение самое примитивное но главное есть то есть можно разобрать кто перед тобой Пугачева или Киркоров и вуду это религия вредоносная она основана на идее что настоящие посвященные входят с настоящими хозяевами земли в секретный союз что то есть масонское куда не допускаются профаны и непосвященные это скрепляется кровью конечно причем кровью жертвоприношения кровью твоей собственной и тогда у тебя есть возможность влиять на все судьбы мира не просто там отравить кого-то или убить ты все ты можешь делать они жрецы вуду не знаю считают ли они себя такими могущественными но говорят об этом они могут облака двигать землетросения насылать а человек для них вообще это перхоть легко и к ним обращаются с просьбами они берут бабки совершенно не стесняются они устраивают вот всякого рода такие дела значит например приходит женщина и говорит разлучница увела у меня мужика делают фуклу надо бы что-то принести от человека сейчас у современных узнавал у современных вудуистов в Москве там они говорят ну хоть что-нибудь принесите вот я говорю ну а ремешок от куртки нормально лишь бы бабки конечно а у нас настоящих вудуистов никакие ремешки не канали надо было что-то живое волосину да там не знаю ноготь вот ногти очень ценились кровь где ее достать особенно в женщин ценилась кровь известного происхождения да что-нибудь такое живое и вот на это живое это живое оно наматывалось да если это волосина или мазалось если это кровь на куклу и тогда эта кукла получалась как бы человеком симпатическая магия подобие и дальше прокалывались места которые ты хотел поразить с заклинаниями определенными проколешь ногу кукле человек начинает хромать вот раз разлучницы воткнул куда-нибудь там в левую грудь штуковину в грудь опала правая как она асимметрична да и вот она таскует плачет а все и грудь напоминает электрическую лампочку после короткого замыкания одни руины вот так ну с мужиками там понятно куда все втыкают это ясно тут фантазии большая не надо и у тех вудуистов которые приехали из Африки по-видимому сохранились представления о своих древних богах и как они интересно дополнились богами которые они там создали ну это потрясающе у них например есть кадр самый злобный его называют барон самди во первых титул барон это понятно да от угнетателей баронов который в их глазах был значит сосредоточен зла что такое самди самди по-французски суббота да значит барон самди это смесь в одном облике контаминация да двух самых мерзких существ которые негр видел еврея-ростовщика и аристократа плантатора это барон самди есть его дивные изображения я вам покажу ну он такой там в цилиндре такой плейбой да то есть совершенно не по-африкански он выглядит и вот это вот интересно да как вот у них древние духи зла какой-то там демон разрушения макойтра ну явно оттуда прям приехал из Африки демон знойного ветра их вообще не бывает на Гаити это явно что-то придумали люди которые жили на границе пустыне с пустыней знойный ветер голод засуха смерть вот или там демон моровой язвы а рядом с ними барон самди как самое противное существо но прелесть состоит в том что со всеми злобными духами можно договориться то есть в царстве духов царит полная коррупция не потому ли кстати я совершенно серьезно говорю не потому ли коррупция и в обществе это отражение ну мы же мы строим наш этот мир по аналогии того как мы представляемся тот да в православном государстве невозможно никакая так называемая демократия и выборная республика потому что говорил давным-давно один из крупных священников о том что это воду демократия она не обе царства потому что здесь всегда будет царство всегда будет царь батюшка однозначно всегда будет ненавидеть богат ну по тому как вот доктрина описывает это все так вот если африканский взгляд на вещи говорит о том что все духи берут взятки их всех можно подкупить они не действуют там по убеждению скажем я не помогу тебе никогда потому что ты не совершаешь витоприношений и вообще я воюю не на той стороне нет давай козуйся Владимир вот как бы вот это вот ощущение что духи таковые так мы и мы должны быть такими же нет нерешаемых вопросов есть только цена с духами вудуистской религии с любыми может говориться они падкие на кровь ну как русский чиновник на бабки вот ему еще чуть крови и он твой ну не то чтобы он твой он дает тебе санкции и ты вот по аналогии помнишь зомби да ты овладеваешь духом который хотел бы овладеть но в чем отличие от религии зомби ты можешь овладеть и духом живого существа вот человек еще не помер вот скажем мужчина говорит мне нравится женщина она за меня не идет вот две козы две мало давайте вот третья пойдет и как-то он ее привораживает это обязательно работает и втыкает в правильные места куколки эти иголки жуткой величины и она к нему приходит он схватается она говорит да конечно и вот она так живет околдованная да некоторые голливудские фильмы на этом основаны то есть она живет 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 а кто-то не кто знает извне и мы зрители что это на самом деле не настоящая жизнь она не понимает что с ней происходит потом раз у нее падает пелена сочей как я могу нет и уходит значит в правильном направлении то есть надо вот эти чары правильным образом развеять ну как их можно развеять через тех же вудуистских богов так ничего не сделаешь никакая европейская химия нет значит с точки зрения вот эту идею внедрил Голливуд из чисто коммерческого интереса поскольку в Голливуде как и у духа вуду все решает в углу итогов значит эта идея стала нравиться тупому зрителю зритель всегда клюет на такие вещи и вот мысль о том что вудуистский жрец сможет любого поработить она очень понравилась и так вуду получилось самой известной из африканских религий появились последователи в Америке в Европе и боже мой в России я одного такого знал он выучил французский язык специально ради этого это ошибка ну этим вам то которые нет а нам которые еще это же ну так а что если его воткнули а он не захромал плохо воткнули ну то есть даже очевидно что не работает что говорит эта женщина она пытается нас спровоцировать то есть говорит нас бароном сам где барон она говорит от себя мы ни при чем нет я к тому что ведь какой-то крат должен произойти эта идея если не работает я тебе скажу так есть два обстоятельства во первых человек который осознает себя грешителем судеб он же все что угодно может сделать он может и подстереть и долбануть чем-нибудь он может нанять вполне реальных убийц которые за жбан тростниковой водки сделают и все что угодно будешь да и укольчик очень даже поможет я думаю они этим очень даже активно пользовались будущий человек у которого нет моральных ограничений мы же привыкли как говорить о жреческом сословии это люди которые руководствуются моралью у них же ответственность перед богами но если он имеет дело совершенно беспринципными насквозь как бы говоря коррумпированными живущими только на подношениях духами то понятно что он сам такой же он же всегда ну всегда он хуже подчиненный чем его начало каков поп такой и приход так это приход если он видит таких в дворных кавычках попов таких наставников своих духовных то он и сам себя так ведет поэтому какие для него могут быть проблемы если он получил бабло за то чтобы кто-то захромал ну так отдай пол козы и очень даже захромаешь да вот такие вещи и кроме того есть еще штука которую эта вещь нам понятна потому что она из современной жизни другая нам понятна меньше но это тоже элемент африканского мировоззрения описанные этнографами и исследователями человеку говорят колдун но не просто кто-нибудь не белая обезьяна а колдун который пользуется абсолютным авторитетом в глазах всех своих сородичей по племени ты как-то оскорбил божество или меня ты умрешь через три луны человек точно умрет через три месяца он будет сох и умрет то есть сила внушения она ужасна африканцы нарушавшие табу там же очень много табу этого не трое там же духи везде да и там система табу очень развита вообще чем больше табу тем примитивнее доктрина потому что на самом деле все можно да значит чем больше табу тем доктрина примитивнее спроецируйте на любое да с чего начинается день любого советского человека оршинными буквами в любом месте пишется запрещается иначе перечисляется что да нигде не пишется разрешается в метро веди себя как хочешь брат нифига запрещено да а запрет табу ну что тут будет если ты в метро плюнешь ничего ну посмотрят не так ну осудят там ну возьмут штраф ну мен даст морду потому что мы не верим в силу этих запретов а если верить в них а если верить в них то тогда для человека если он приступает к границе табу жизнь кончается реально она не то что теряет смысл в моральном плане да там я потерял портбилет мне надо застрелиться или римский легион потерял орла весь легион говорит если мы за год не восстановим и не вернем орла бесчестье но надо совершить саму риск нет другое моя жизнь физически прервется потому что я непоколебимо верю что духи мне этого не простят и я нарушил ну я могу пойти к колдуну сказать там я откуплюсь но если он говорит нет откупишь твой грех никак помрешь и люди в ровно в назначенные сроки помирали причем без особых причин но я думаю но я думаю от самовнушения вот в европе точно если он верит в дух горы какие-то духи ю-ю которые отомстят ему за то что он нырнул без акваланга в месте куда можно нырять только белая богиня еще и рыбу поймал злобную он должен умереть теперь он обязательно умрет он обязательно умрет он будет искать смерть я думаю а вот такие дела описывает путешественник 19 века Брахман в Индии видите какие тяжелые сна как тяжко живыми страстными претворяться да Брахман в Индии ночью едет на повозке дождь повозка переворачивается он вылетает в грязь ему помогают подняться кто-то ну ни хрен же разберешь дольничку освещения там сроду не было грузят назад его в повозку он говорит спасибо и даже дает там какую-то монетку а на утро ему говорят так это же неприкасаемый господин неприкасаемый нельзя прикасаться ни под каким видом и он говорит как неприкасаемый да совершенно точно господин это был неприкасаемый у вас такой-то касты уборщиков дерьма зубами поэтому вот вы просто знаете об этом все и человек засыхает прямо умирает от ощущения что он ритуально осквернился а вот спроси а это Индия это не житель экваториальной Африки извини человек знающий веды астрономию философию в его жизни произошел переворот а вот спроси рационально какую-нибудь парижскую девушку или московскую или наших американских друзей что произошло ну коснулся этот человек ну хрен грязный вшивый туберкулён ну вымойся да в наше сознание европейское белых обезьян не укладывается что можно прикоснуться к какому-то человеку кто бы он ни был это ужасная вещь это хуже чем не то же нам взять в руки ядовитую змею а это просто означает прекратить жить то есть вся твоя жизнь прежних ритуальных очищений воздержания стремления следовать какому-то пути вся рухнула ты всё потерял как в детской игре все очки сгорели рационально да никак не объяснишь для европейцев это смешно он говорит ну вы же не всерьёз господин Сандра Гупта а тут всё и умирает вот тебе пример то есть это разные абсолютно представления у людей и человек живёт в этом мире представлений да индийцу покажи анализ крови скажи вот ты знаешь у тебя такая кровь ну и хуй ну и что ну такая ну какие там эритроциты да тьфу а покажи нашему человеку всё и жизнь у вас закончится не ходи Иван Иванович по врачам будешь спать Иван Иванович по ночам какой лучший способ отравить человеку жизнь повезти его в поликлинику даже не в ЗАГС в платную особенно в платную где участливо да они наорут скажут вот у вас садись Леночка тут надо смотри Леночкин туда дорогой потому что иначе не увидят мою рожу это будет ужасно а так ты хоть как-то спасёшься постарайся закрыть меня полностью Ленка получилось? это главное спасибо ну так Ленка Наташу да Люня так боже мой ну вот да мы верим в то что врачи знают всё про нашу жизнь да и врач особенно значит ну если это сказала Ольга Игоревна ну тогда так-то нет но Ольга ооо ну всё но мы ещё пойдём к Моисею Соломоновичу есть ещё надежда Моисею Соломонович сдвинул очки и сказал ну вы понимаете голубчик всё это видите ли Юра ну да а что собственно что такого они кто же небожители боги эти люди они же учились каким-то учебником они в плохом настроении у них геморрой климакс несварение ну в конце концов он без обид он просто он так думает он так думает но мы же в это обсуждение непоколебимо непокобелимо верим да вот такой анализ и он начинает звездец то есть всё сила внушения абсолютно а может быть что-то объективное в этом есть а потом оказывается через 15 лет да нет отнюдь этим живут новейшие исследования подтвердили что всё ровно наоборот да а люди то всё и мы верим в это нам покажи там доктора хаоса он же всё знает про всех ну вот красавец как не поверить да и доктор хаос говорит у вас не будет детей всё и женщина выпадает просто вся матка на 12 метров сквозь асфальт и там остаётся хотя ну это он так сказал может он меня не будет да но всё это хоронит человека абсолютно воткнули в локум вот тебе да вот тебе пример а для ну скажем для жителей традиционного общества это абсолютно мало ли кто там сказал как я жрец в белом холлане а мой жрец в тюрбане сказал что я буду жить 120 лет у меня будет 15 детей не Галена имела в виду не то что когда непосредственно человеку говорят а что человек про это не знает а вдруг начинает хромать со стороны на это смотрит я думаю что как мне кажется он же не знает о том что на него сделано я думаю что ему сообщают есть хорошее украинское ведьма есть в любой деревне любой вам скажет в любом городке есть свои вещи в любом коллективе ведьма черный глаз черный глаз буровит который который буровит и вот он вот с этим таки пороблено если человеку сообщить мягко что колдун который тот самый колдун который известен своей репутацией взялся за твою левую ногу человек начнет в левой ноге такое ощущение а если он не поддается в традиционном обществе я думаю нет таких кроме того если он совсем не поддается это даже можно нанять парней и он начнет поддаваться потому что если железякой долбануть то конечно оно же проще вот разные способы воздействия но внушение мне кажется самая важная среди них а уже потом физическое насилие это не братство леопарда люди внуша они живут в этой системе они живут в этой системе вот самурай он зачем кончал самоубийство он не мог иначе хотя рационально лучше было не умереть за своего феодала а жить за него или за родину нахерна умирать ты живи за страну какая доблесть там что ты умрешь лучше но он этого не понимал нет я не могу это совершенно иррациональный подход да вот такие они сплошь и рядом и для человека который в этом мы же говорим извне а они же жили внутри этого и вот тут он узнает я помню в 70-м году в 70-х годах когда-то разложение союза человеку говорилось шутку шуточки а ты знаешь тобой заинтересовалось КГБ да откуда ты знаешь я случайно нет там это все шутки понты такие довольно неудачные как же это портило человеку жизнь он начинал оглядываться озираться слово он не скажет по телефону он говорил отдавленным голосом телефон продал под подушек хотя что оно так и было понимаешь и вот он жил в ощущении что КГБ это всесильное они у него в унитазе микрофон и под подушкой микрофон и они все слышат видят и знают они сами о себе такой миф создавали и многие из нас жителей Вуду в это верили кто не верил те говорят да ну и много они знают только то что мы про себя сами расскажем в таких было меньшинство большинство верило конечно везде одна и та же сила внушения абсолютно как сказала мне однозначно одна женщина исключительно ума мне везет на таких она сказала но это же Путин сказал по телевизору это не может быть неправдой как тебе система орубентации но я расплакался как и вы держись его рукой надо что тонкая психика ранимая надо беречь от таких вещей но я собака в это время я такое говорю я охренел абсолютно со мной челюсть выпал ну за любую часть можно расстрелять это Путин сказал вранье а для нее наоборот это все синоним чистой высокой правды она живет в этой системе представляете если бы он сказал на совещании или по телефону по телевизору это же глаз звук так это не вуду это не вуду блин мы далеко ушли только в смысле зубных щеток и проклад так нет абсолютно такое же мировоззрение осталось ну другой вопрос да появилась прослойка которая живет по иным законам но для большинства которые голосуют для которых телевизор это же тот же голос бога ага Голливуд но Голливуд потоньше действовал но методы абсолютно те же самые внедрение этих в этом смысле я вам рекомендую мои дорогие любимые мы же должны заканчивать сейчас придет Оля у нас турнет мы уже забыли про местное гостеприимство есть великолепный фильм один из лучших вообще в мире называется большая рыба big fish Тима Бертона видели Тима Бертон поставила Лису и Чарли Шоколадная Фабрика и массу замечательных фильмов но это просто шедевр big fish обязательно посмотрите это гениальный фильм абсолютно и он как бы да там есть скептик и оказывается а правда не скептик все таки было все таки было это абсолютно офигенность чистая каббала как ты захочешь так и будет все а кто режиссер Тим ну Бертон пишется через У Бертон да Буртон пишется Буртон английскими буквами такой замечательный фильмец который мог видимо сделать очень счастливый человек такой все в жизни получился вот вы посмотрите он как раз ровно про это о том что жизнь у нас полна никто не видел ну посмотрите дядя же плохого не посоветует я вам скажу ни кубанские казаки да ни зори здесь тихие ни дело было в Пенькове я вам не рекомендую телеэпопея освобождение это нет а вот этот фильмец посмотреть надо конечно да и вот там саде есть и ведьма да там что только нет только одна ведьма там много разного и там совершенно фантастические вещи происходят все оказывается правдой все оказывается правдой так что вот так с человеком случается ровно то что он представляет балл сатаны был в мастере Маргарите может такое быть конечно я ответ слышал и ну у 60-70% отвечавших мне молодые люди убеждены что конечно ничего страшного пятое измерение в московской квартире они верят то есть тата не мешает химик компьютерщик да какой-нибудь там фарцовщик умеет считать деньгу а здесь он верит абсолютно вот эти полно все иррациональные вещи что да конечно может быть есть нечистая сила причем какая симпатичная какая симпатичная там же дьявол какой милый и все ребята как хороши не очень хорош Воланд ну карает этих всяких негодяй так что вот вот такие дела про африканские религии среди которых Вуду конечно самое известное работает я думаю или нет работает работает да при мне человек говорил ну такой спонт гипнотизер меня он сразу отмел так нафиг и значит говорит сейчас я дам вам холодную монетку из кошелька сейчас я дам монетку нагретую до состояния что трудно держать это из того же кошелька тогда были пятаки советские помните огромное ну подуй а если бы он сказал что жжет то прожелоб до кости я уверен такие дела так что Ленке не зря к нам вернулась тут большие резервы мы можем это изучить вот так мои дорогие возлюбленные как там сказано она лежала на постели губу от страсти закусив она лежала на кровати губу от страсти закусив а я стоял над ней в халате ошеломительно красив она хотела мою шею руками жаркими обнять ей так хотелось быть моею и в этом мог ее понять ну вертенье вертенье тебя писал такие стихи одни себе другими не занимался хорошо правда злобная сволочь я бы это мог ее понять все тебя понимают я бы